Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем разбор экзаменационных вопросов по правилам дорожного движения. Уже мы приступаем к четвертой клаве, которая называется «Дорожные знаки и дорожная разметка». И включает в себе много статей, но в этот раз мы будем только рассматривать две статьи. Значит, 61-я статья «Дорожные знаки» и 62-я статья «Предупреждающие знаки». И будем эти вопросы комментировать в этом видео. Итак, давайте начнем. Первый вопрос. Эти знаки предупреждают вас... Давайте вспомним, что значит знак 1.12.2 «Опасные повороты» предупреждает вас о том, что через 150-300 метров наткнется участок дороги с несколькими следующими друг за другом опасными поворотами, первый из которых налево, табличка 7.2.1 «Зона действия» уточняет, что общая протяженность этого участка 500 метров. Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 2. 2. Разрешен ли вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием? Мы видим знак 1.11.2 «Опасные повороты» и 1.31.2 «Направление поворота» указывает лишь направление движения на закреплениях дороги малого радиуса с ограниченной видимостью или, как их называют, закрытых поворотах. Эти знаки ни в коей мере не ограничивают возможность съезда с дороги, в данном случае на перемыкающую справа грунтовую дорогу. Поэтому да, разрешен съезд на дорогу с грунтовым покрытием. Правильный ответ номер 1. Третий вопрос. Этот знак предупреждает о приближении к перекрестку, на котором В. Знак 1.6 «Пересечение равнозначных дорог, устанавливаемых в населенных пунктах за 50-100 метров до опасного участка, показывает, что за крутым поворотом находится перекресток, на котором вы должны вступить к дорогу, транспортным средствам, приближающимся справа». Поэтому правильный ответ здесь будет номер 3. Четвертый вопрос. Этот дорожный знак. Итак, мы видим знак 1.5 «Пересечение с трамвайной линией устанавливается перед всеми пересечениями дороги с трамвайными путями, вне перекрестка, а также перед перекрестками, по которым проходят трамвайные пути. Если видимость этих путей, например, из-за поворота дороги менее 50 метров, в том и другом случае вы должны быть готовы вступить к дорогу трамваю». Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 1. Предупреждает о приближении к месту пересечения с трамвайной линией. Поехали дальше. Пятый вопрос. Этот дорожный знак предупреждает вас. Итак, предупреждающие знаки информируют о приближении к опасному участку дороги, движении, по которому требует принятие соответствующих мер. Иными словами, в зависимости от характера опасности, скорости движения, ширины проезжей части и состояния ее покрытия и тому подобное, водитель решает, какие конкретные меры предосторожности необходимо принять. В данном случае из-под колес автомобилей возможен выброс гравия или щебня, и данный знак 1.17 как раз говорит нам об этом. Поэтому для снижения вероятности и тяжести повреждения автомобиля пятящими камнями, вам необходимо снизить скорость и по возможности увеличить дистанцию и боковой интерваль. Поэтому правильный ответ будет на этот вопрос номер 3. Шестой вопрос. Эти знаки предупреждают вас. Итак, видим знак 1.2. Железнодорожный переезд без шлагбаума. Установленный под ним знак 1.4.1. Приближение к железнодорожному переезду с тремя полосами является лишь дополнительным предупреждением о приближении к переезду. В ней на зеленых пунктах такая комбинация знаков устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до переезда. Поэтому правильный ответ будет номер 2. 7. Какие знаки информируют вас о приближении к началу участка дороги со встречным движением? О приближении к началу участка дороги со встречным движением вас информирует знак А, двустороннее движение, который устанавливается перед участком дороги в проезжей части с двусторонним движением, если ему предшествует участок с односторонним движением. А знак Б. 5.35. Реверсивное движение показывает начало участка дороги, на котором по одной или нескольким полосам движение его направления может измениться на противоположное. А знак В. 5.8.7. Направление движения по полосам применяется при организации движения в одном направлении по двум полосам трехполосной дороги. Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 1. Только А. Восьмой вопрос. Этот знак показывает, значит, давайте внимательно обратим внимание на этот знак и вспомним, что этот знак 1.3.1.3. Направление по обороту указывает направление движения на разветвление дорог или на Т-образном перекрестке, как в данном случае. Знак, установленный напротив проезда, не имеющего продолжения, позволяет водителям правильно сориентироваться в обстановке, в частности, в ночное время. Поэтому правильный ответ будет номер 1. Показывает направление движения на перекрестке. Девятый вопрос. На каком расстоянии до скользкого участка дороги устанавливается этот знак в населенном пункте? Знак 1.15. Скользкая дорога, как и все предупреждающие знаки в населенных пунктах, устанавливается на расстоянии от 50 до 100 метров до начала опасного участка. В данном случае, скользкого участка дороги. То есть, правильный ответ будет номер 2. Десятый вопрос. Этот дорожный знак предупреждает вас. Итак, знак 1.22. Пересечение с велосипедной дорожкой предупреждает вас о приближении к месту, где велосипедная дорожка пересекает дорогу. Такие участки обозначаются разметкой 1.15 и преимуществом на них пользуются те, кто следует по автомобильной дороге. Поэтому правильный ответ будет номер 2. О приближении к пересечению с велосипедной дорожкой. Одиннадцатый вопрос. Какие знаки устанавливают непосредственно перед железнодорожным переездом? Ближе всего к железнодорожному переезду устанавливается знак В. Многопутная железнодорога 1.3.2. Он размещается перед железнодорожным переездом без шлагбаума на одной опоре со светофорами, а при их отсутствии на расстоянии не менее 20 метров от ближайшего рельса. Знаки А. 1.1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом и 1.4.3. Приближение к железнодорожному переезду устанавливается только на дорогах вне населенных пунктов на расстоянии не менее 50 метров от опасного участка. А знак В. 1.2. Железнодорожный переезд без шлагбаума и 1.4.1. Приближение к железнодорожному переезду соответственно за 150-300 метров до него. Поэтому правильный ответ будет номер 3. Только В. 12 вопрос. Какой из этих знаков устанавливается на левой стороне дороги? Перед железнодорожным переездом вне населенных пунктов вдоль дороги устанавливаются знаки 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.6. Знаки 1.4.1, 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.6 могут быть установлены вдоль движения на левой стороне дороги. В этом случае эти таблички могут сопровождаться предупреждающими знаками 1.1 или 1.2. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Правый знак. 13 вопрос. Знаки предупреждают вас о том, что... Давайте вспомним. Предупреждающий знак 1.20. Хотя и называется пешеходный переход, но он не для пешеходов. Им здесь выходить на прежнюю часть запрещено. Знак 1.20 нужен водителям. Он предупреждает, будьте внимательны, приближаемся к пешеходному переходу. Причем в данном случае расстояние до перехода уточнено дополнительной табличкой до перехода ровно 150 метров. Поэтому правильный ответ будет номер 1. Итак, 14 вопрос. Эти знаки предупреждают вас о приближении. Основной знак 1.1, железнодорожный переезд со шлагбаумом вне населенных пунктов, устанавливается на расстоянии от 150 до 300 метров до переезда. Кроме того, такой же знак устанавливается повторно на расстоянии не менее 50 метров до переезда. Знаки 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 и 1.4.6 Приближения к железнодорожному переезду являются дополнительными предупреждениями о приближении к переезду. Они применяются только вне населенных пунктов. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Пятнадцатый вопрос. Этот знак предупреждает вас о приближении к тоннелю, в котором нет искусственного освещения или видимость въездного портала, которого ограничено. Поскольку в данной ситуации портал виден хорошо, то, следовательно, это тот случай, когда тоннель не освещается. Поэтому правильный ответ будет номер 2. Отсутствует искусственное освещение. Шестнадцатый вопрос. На каком расстоянии до неровного участка дороги устанавливается этот знак вне населенного пункта? Знак 1.16. Неровная дорога, как и все предупреждающие знаки, треугольные формы, вне населенных пунктов устанавливаются на расстоянии от 150 до 300 метров до начала опасного, в данном случае, неровного участка дороги. Поэтому правильный ответ будет номер 1. Семнадцатый вопрос. Какие знаки могут быть повторно установлены вне населенных пунктов? Вне населенных пунктов знаки 1.1, то есть знак А. 1.2 здесь не указан. 1.9, 1.21 и 1.23, то есть знаки Г и Д, могут повторяться. Так как они предупреждают о приближении к более опасному участку дороги. Поэтому правильный ответ будет номер 3. Только А, Г и Д. Итак, восемнадцатый вопрос. На каком рисунке указана ситуация, где водитель легкового автомобиля имеет преимущество? Давайте внимательно посмотрим на эти рисунки. Итак, ни в одной из указанных ситуаций водитель легкового автомобиля не имеет преимущества. Знаки 1.6.1 и 1.6.6, то есть от 1.6.1 до 1.6.6 знаки предупреждают водителя о приближении к пересечению равнозначных дорог. Если линии на знаки одинаковой толщины, значит это предупреждающие знаки. Этим признаком они отличаются от знаков 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.3. Поэтому правильный ответ на этот вопрос будет номер 5. Ни на каком рисунке водитель легкового автомобиля не имеет преимущества. Итак, дорогие друзья, мы уже закончили разбор вопросов на тему дорожные знаки и предупреждающие знаки с комментариями. А в следующий раз уже будем на ту же самую тему решать задачи, отвечать на вопросы, но без комментариев. Спасибо всем за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока.